С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 3 марта. Сразу несколько праздников отмечаются в этот день. Будущее дикой природы в руках каждого. Таков девиз Всемирного дня дикой природы, который отмечается ежегодно 3 марта. По данным Организации объединенных наций, основной причиной исчезновения диких животных является сокращение среды обитания, которое составляет 80% от потери биологического разнообразия. То есть при нынешних темпах вымирания около 20% видов в мире могут навсегда исчезнуть в течение даже нашей жизни, в течение ближайших 30 лет. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ объявила 3 марта специальным днем, который посвящен охране здоровья уха и слуха. В настоящее время потеря слуха является самой распространенной так называемой сенсорной формой инвалидности в мире. Согласно исследованию, которое провело ВОЗ, от нарушения слуха страдает примерно 360 миллионов человек в мире, из них более 30 миллионов – дети. Ну и еще один день отмечается сегодня – Всемирный день мира для писателя. В этот день появились на свет 1824 год. Рождается русский фабрикант Алексей Абрикосов, основатель кондитерской фабрики, ныне это концерн Бабаевский. А в 1831 году родился Джордж Пульман, американский изобретатель, создатель знаменитых спальных вагонов. Юрий Олеша, русский советский писатель, родился в 1899 году, автор повести-сказки «Три толстяка». Вместе с друзьями Катаевым, Багритским и Ильфом он создает объединение молодых поэтов, коммуно-поэтов. Их выступления проходили при полных аншлагах. В Москве он публиковал стихи и филетоны под псевдонимом «Зубила» в газете «Железнодорожников Гудок». В ней, кстати, печатались также Булгаков, Катаев, Ильф и Петров. 1940 год. День рождения Георгия Мартынюка, советского и российского актера, театра и кино, народного артиста России. Легендарного Пал Палыча. Из следствия ведут знатоки. Зико. Бородийский футболист, родился в 1953 году прошлого века. Был футбольным тренером. Зико включен в топ-20 лучших в истории футболистов мира под 16 номером. В 72 поединках за сборную Бразилии он забил 52 мяча. Бронзовый призер чемпионата мира как игрок 1982-го и серебряный как тренер 98-го. Обладатель Кубка Либертадорес, межконтинентального кубка, четырехкратный чемпион Бразилии, обладатель золота чемпионата Японии, чемпион мира по пляжному футболу. 1961 год. День рождения Александра Иванова, советского и российского рок-музыканта, певца, автора песен, лидера группы Ронда. Ну а теперь о событиях этого дня. 1804 год. Указ императора Александра I о запрещении в Российской империи продажи крестьян без земли и о разрешении им вступать в брак без согласия помещика и ограничения наказаний со стороны все того же помещика. В 1918 же в газете «Знамя труда» напечатана поэма Александра Блока «12». От здания к зданию протянут канат. На канате плакат. Вся власть учредительному собранию. Старушка убивается, плачет, никак не поймет, что значит. На что такой плакат, такой огромный лоскут? Сколько бы вышло портянок для ребят, а всякий раздел, разут. Старушка, как курица, кое-как перемотнулась через сугроб. Ох, матушка-заступница. Ох, большевики. Загонят угроб. Это был ок. 1966 год. В 21 час 45 минут по московскому времени советская автоматическая станция «Луна-9» совершает первую мягкую посадку на поверхность Луны. В океане бурь и передает на Землю изображение лунного ландшафта. 1987 в Москве презентация журнала «Бурда» на русском языке. 19 февраля «Энэ Бурда» получает свежеотпечатанные экземпляры первого номера на русском языке. Через день на восток отправились две тяжелогруженные фуры. На борту написано «Бурда моден» Москву. Грузовики везли модельные платья, оборудование для дефиле в Москве и 100 тысяч экземпляров «Бурда моден» на русском языке. Обратите внимание, «Бурда». А у нас привыкли говорить «Бурда». Ну так, проще, что-то в этом есть русское. Ну и самое последнее. 2004 год. Найдено доказательство того, что Марс когда-то вполне мог быть обитаем. На Красной планете обнаружены следы воды. Ученые НАСА не сомневаются. Поверхность скал на так называемом «Плату Меридиана» была изменена именно водой. Более того, не исключено, что этот район был когда-то ничем иным, как морем. На это указывают данные, полученные 3 марта от Opportunity. Марсоход изучает грунт в этой местности. На то, что догадки ученых верны, указывает не только внешний вид скал, но и их внутренняя структура. Пористая с солями серной кислоты. Однако пока прямых свидетельств ее воды существования исследователям обнаружить не удалось. Но, как известно, надежда умирает последней. И, быть может, настанет день, когда Марс откликнется. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова